И начну с представления. Меня зовут Бобович Анастасия. Я project manager в компании EPUM Systems, еще недавно lead software test automation engineer, соответственно имею технический бэкграунд в автоматизации. Я сертифицированный ICTQB test manager. Закончила BGU FPM в Беларуси. И на слайде вы можете увидеть контактные данные мои. E-mail, Skype и также Instagram рабочая страничка, в которую вы можете писать свои вопросы. И помимо этого, там я веду небольшой блог о том, как менеджмент можно применять в реальной жизни. И показываю менеджмент подходы на примерах из реальной жизни. Итак, сегодняшняя тема one to one. Очень много написано книг про теорию, о психологии человека, о командообразовании, о мотивации, о том, как правильно работать с людьми. Но когда вы садитесь и начинаете применять что-либо на практике, вот тут как раз таки и возникают вопросы. Что же мы сегодня рассмотрим? Сегодня мы рассмотрим, как использовать one to one на практике. Мой личный опыт. Поговорим о том, что такое one to one и как они могут нам помочь не только в работе, но и в обычной жизни. Посмотрим, какой формат лучше всего выбрать, какой рекомендуемый, а какой я выбрала для себя. И рассмотрим различные типы людей, с которыми я столкнулась во время работы. И обсудим, какие инструменты можно применять при работе с ними. Итак, one to one или one-on-one. Что это такое? Перейдем к определению кембриджского словаря. Из кембриджского словаря one to one активность вовлекает два человека, говорящих друг с другом напрямую. Обычно один человек учит другого, либо дает другому информацию. Если два человека, говорят one-on-one, они говорят напрямую друг с другом. Соответственно, вы можете понять, что сейчас мы сталкиваемся с огромным количеством one-on-one как на работе, так и в реальной жизни. Я почти уверена, что каждый из вас разговаривал со своим менеджером, либо при устройстве на работу, и я надеюсь, что не только при устройстве на работу, но и также регулярно проводя встречи с ним. Каждый из вас общался просто с людьми в обычной жизни. Например, приходя к соседке, прося у нее соль, вы преследуете цель попросить соль и везете с ней one to one. Как вы понимаете, one-on-one обладает огромной силой. Это очень сильный инструмент. Давайте мы с вами порассуждаем и подумаем о том, как он может нам с вами помочь. Давайте представим, что вы лид команды тестировщиков, автоматизаторов или мануальных тестировщиков, или микса. Главное, что вы лид. Проводя регулярные one-to-one встречи с вашими коллегами, с вашими сокомандниками, как вы думаете, чем может это помочь вам в вашей работе как лиду? Пишите, пожалуйста, свои комментарии в обсуждении. Подождем минутку. Так, спасибо за комментарий, Лидия. Направить команду в нужное русло, исправить недочеты в работе команды. Спасибо. Да, это очень-очень правильный комментарий. Проводя one-to-one, вы смотрите, как можно повлиять на каждого конкретного человека в команде, и вы можете давать обратную связь каждому человеку в команде, тем самым исправляя недочеты в работе команды. Есть ли еще какие-то комментарии? Так, двигаемся дальше. Как конкретно мне помогли one-to-one? One-to-one помогли мне построить и помогают сейчас доверительные отношения с каждым членом команды. Если вы проводите регулярные встречи, и человек имеет возможность поговорить с вами, у вас создаются доверительные отношения с этим человеком. Честно вам скажу по опыту, не каждый человек может просто взять, подойти к проект-менеджеру и задавать свои вопросы. Когда у него есть площадка и определенное время для того, чтобы поговорить с проект-менеджером, он чувствует себя защищенным, он может выстраивать хорошее отношение со своим руководителем. One-to-one – отличная площадка для того, чтобы узнавать, какая мотивация у ваших людей, и, используя эти знания, распределять задачи соответствующим образом. Я приведу пример. Если человек замотивирован в том, чтобы выучить английский язык, вы узнали об этом на One-to-one, вы можете распределить задачи таким образом, чтобы у него была возможность прокачать его английский язык. Например, вы можете отдать ему часть репортинга для зарубежного заказчика, и тогда он сможет рассказывать отчет, вы будете при этом присутствовать, он будет выполнять полезные действия плюс прокачивать свои знания. Либо у вас человек замотивирован прокачать какие-то технические скиллы, и тогда вы можете договориться, чтобы он пару часов в спринт уделял тому, что он будет делать POC. После того, как он это сделает, можно посмотреть, как преподнести этот импровмент заказчику. Я скажу по опыту, что мы делали такие вещи, и потом некоторые из улучшений как раз-таки взлетали для заказчика, и заказчик принимал их. One-on-one – это та площадка, где очень удобно разговаривать про финансы. Я, как проект-менеджер в своей компании, не обсуждаю зарплаты со своими сотрудниками и со своей командой, но я знаю, что в других компаниях вопросы зарплаты решаются и обсуждаются с менеджером. Соответственно, one-on-one – это то место, где вы можете спокойно и свободно поговорить об этом без посторонних людей. Помимо зарплаты на one-to-one можно обсуждать и другие финансовые вопросы, например, премии. Если вы проводите one-on-one регулярно, у вас есть возможность получить информацию о том, что человек хочет, например, поменять компанию. У нас по законодательству человек должен предупредить работодателя о том, что он хочет покинуть компанию за месяц. Если у вас хорошо налажены отношения с вашим коллегой, с вашим сотрудником, работником, то на регулярном one-to-one он с большой долей вероятности скажет вам раньше о том, что он собирается уйти. И вы можете это проработать. Как вы понимаете, на рынке IT сейчас достаточно сложно найти подходящего специалиста на замену уходящему. Поэтому у вас будет возможность подготовить хорошо замену, предупредить заказчика, чтобы для него это не было ударом, и вывести человека, либо обсудить с человеком его дальнейшую работу в вашей команде, на каких условиях. Из своего личного опыта скажу, что очень помогли ванту ванны мне, когда человек предупредил о том, что он в ближайший месяц-полтора может попасть в больницу. Таким образом, мы смогли распределить задачи нужным образом, не давать критических задач человеку, и понимать, что в любой момент человек может на неделю-две просто уйти. И ванну ванны – хорошая площадка для того, чтобы дать обратную связь человеку, поговорить о вещах, которые нужно улучшить. Но вы помните, что обратную связь давать нужно тоже правильно. Далее я скажу два метода, которые мне нравятся больше всего. На ванну ваннах очень хорошо бы похвалить человека. Тут тоже я придерживаюсь правила о том, что хвалить нужно публично, ругать нужно наедине. Но даже если я похвалила человека публично, я стараюсь похвалить его еще раз наедине, для того, чтобы у человека поднялась самооценка, чтобы он замотивировался продолжать делать то, что он сделал хорошо, за что его похвалили. К сожалению, я только сейчас увидела еще несколько комментариев, когда задавала вопросы. Вот Владимир Куликов написал, «Можно установить дружеские отношения, тем самым мотивировать команду отвечать за выполнение, рискуя испортить эти отношения. Да, я злой». И Вадим Анисимов написал, «Банально, как двигать ресурс части развития». Спасибо большое, ребята. Так, еще Вадим Анисимов написал, «Уходить с предупреждением правила хорошего тона, но никак не требование ТК, если, конечно, имплоу не по трудовому договору работает, а не по контракту». Да, тут я соглашусь с тем, что есть разные виды сотрудничества с сотрудником, и по разным видам есть разные сроки уведомления. Но обычно у нас в компании, я говорю про нашу компанию, про свой личный опыт, принято за месяц предупреждать работодателя. Соответственно, вам же на руку, если сотрудник предупредит вас не за месяц, а заранее. Итак, мы остановились на долгосрочных планах. One-on-one – прекрасная площадка для того, чтобы проработать долгосрочные планы с вашей командой. Обычно мы на one-on-one обсуждаем, куда хочет двигаться человек, какой у него вектор развития. Хочет он дальше расти в автоматизатора, хочет он дальше расти в лида, хочет он дальше в менеджмент пойти, в ресурсный менеджмент, проектный менеджмент. И отталкиваясь от его долгосрочных планов, мы можем построить ему краткосрочные планы на текущем проекте, помочь ему реализовать свое развитие на проекте. Если у человека получается реализовывать саморазвитие, работая на проекте, это дополнительная мотивация для него, чтобы дальше работать на этом проекте. И последний, но не менее важный момент для one-on-one. One-on-one – классная площадка, чтобы прояснить любые вопросы относительно проекта. И, что очень важно, проговорить, где находится проект сейчас и какая цель проекта. Это очень важно, опять же таки, для мотивации людей, для того, чтобы они чувствовали себя комфортно и понимали, куда они двигаются. По поводу проектных вопросов. Зачастую, когда спрашиваешь у человека, есть ли какие-то вопросы, нет, нет вопросов. Но когда начинаем копать глубже, когда начинаем уже конкретные моменты проговаривать, оказывается, что многие вещи непонятны. Соответственно, на one-on-one можете проговорить все эти вопросы. Мы двигаемся к формату one-on-one и частоте, как часто нужно проводить one-on-one регулярные. Автор Марк Хорсман в своей книге «Эффективный менеджер» собрал хорошие практики того, как нужно проводить one-to-one. И он рекомендует проводить регулярные one-to-one с тленами вашей команды один раз в неделю с каждым человеком на 30 минут. Но для меня этот вариант не работает. Имея команду 10 плюс человек, вы понимаете, умножаем 10 на 30, получается 5 часов чистого времени one-to-one, плюс время на подготовиться, плюс время на то, чтобы сделать какие-то заметки после one-to-one. Итого, один рабочий день в неделю выпадает на one-to-one. Для меня это не работало, поэтому я выбрала другую опцию для себя. Один раз в месяц я встречалась с каждым человеком на 30 минут, даже с людьми со стороны заказчика. Я работала с распределенной командой, которая лоцировалась частично в Беларуси, частично в другой стране на стороне заказчика. Соответственно, я ставила one-to-one не только с ребятами с нашей стороны, но и с людьми со стороны заказчика в другой стране, просто онлайн. И, соответственно, вводила корректировку. Мы не обсуждали, например, долгосрочные планы и часть вопросов, которые мы с вами недавно проговорили. Один раз в неделю я встречалась с ключевыми людьми на 30 минут. Это архитекторы, техлиды, тестлиды. Вы сами для себя уже определяете, кто такие ключевые люди в вашей команде. С ними нужно встречаться чаще. С ними встречалась раз в неделю. И еще одна опция, которая рабочая, которая предложена была мне, это один раз в неделю с каждым человеком на 15 минут. Такие квик-чеки. Мы переходим к формату того, как нужно проводить one-to-one. Итак, для начала забронируем митинг. Вышли митинг-реквест со всеми деталями и забронируем комнату, если это проходит вживую. Как минимум за 2-3 дня перед самой встречей. Это звучит банально, но по опыту я знаю, что некоторые товарищи любят прислать митинг день в день. Это нехорошо, потому что у человека нет возможности правильно и хорошо продумать вопросы и подготовиться к встрече с вами. Высылая митинг-реквест за 2-3 дня, вы даете возможность своему сотруднику продумать, что бы он хотел с вами обсудить. И ваш one-to-one тогда пройдет гораздо продуктивнее. Мой любимый день для проведения one-to-one – это пятница. В пятницу люди уже настроены на выходные, они уже более расслаблены и больше готовы поговорить. Соответственно, вы больше сможете разговорить человека, настроить на позитивный лад и обсудить то, что вам необходимо. Если митинг подобный проводится первый раз, даже если вы выслали митинг-реквест человеку со всеми данными, со всей информацией, о чем этот митинг, что там будет обсуждаться, человек все равно может испугаться. «Ой, мне поставил митинг project manager, а вдруг меня хотят уволить?» Это тоже звучит смешно, но на самом деле такие случаи бывают. Поэтому если человеку вы ставите митинг первый раз, в one-to-one регулярный, подойдите к нему просто 2 минуты, расскажите, что это за митинг, чтобы он не пугался и эти 2-3 дня не терзал себя никакими мыслями. Обязательно готовимся к митингу, проверяем все заметки, все соглашения с предыдущего раза и используем small talk в начале. Я думаю, многие помнят small talk из уроков английского языка. Про погоду говорить это, конечно, хорошо, но банально. Поэтому лучше использовать small talk персонализированные. Приведу пример. Если ваш сотрудник недавно отпрашивался на 1 сентября к своей дочке в вере, вы можете прийти на one-to-one и начать беседу с того, что «Привет, Миша! Скажи, как сходил на 1 сентября к вере? Много ли было деток? Как все прошло?» Этот персонализированный small talk поможет вам расположить человека к себе и настроить на беседу. Задавайте открытые вопросы. Я напомню, что закрытый вопрос – вопрос, который требует ответа «да» или «нет». Давайте приведу пример. Миша, тебе нравится гид? Да или нет? Пример открытого вопроса – это вопросы, которые требуют развернутого ответа. Привожу пример. Миша, ты недавно пришел к нам с другого проекта и говоришь, что ТФС лучше гита. «Расскажи, почему ты так считаешь?» Используйте коучинг, если необходимо. Это очень полезный инструмент для работы с людьми. Здесь указаны две модели, которые мне нравятся больше всего. Модель Grow и модель CIGAR. Можете почитать про них. Когда мы, помните, еще говорили о том, что one-to-one помогают нам проговорить вещи, которые нужно улучшить, я говорила о том, что нужно использовать различные техники для этого. Здесь я представила две техники – принцип гамбургера и менеджмент 3.0. Менеджмент 3.0 – такая поновея техника. Гамбургер – достаточно уже старая, распространенная, проверенная техника. И последним пунктом указано, но я считаю, что это одно из самых важных. Будьте честными и всегда сохраняйте свои обещания. Если вы не можете что-то рассказать человеку, так и скажите. «Извини, Петя, я не могу тебе сейчас это рассказать» или «Я не могу в принципе с тобой шарить эту информацию», лучше вы скажете так, нежели вы соврете, нежели вы предоставите неверную какую-то информацию, либо будете постоянно откладывать «Ой, потом, потом, потом». Мы переходим к типам людей, с которыми я столкнулась при своей работе. И я расскажу не просто о том, какие типы людей у меня попались, но и о том, какие методы работы я к ним применяла для того, чтобы эффективно и продуктивно провести ван-ту-ван. Первый тип людей – это паникер, человек, который паникует от любого проектного риска или ишью. У нас был случай, когда я работала с распределенной командой людей, и у меня была часть людей на нашей стороне, от нашей компании, часть людей на стороне заказчика, в стране заказчика. И человек со стороны заказчика был как раз-таки паникером. На любой риск он паниковал, он не знал, что делать. И все бы ничего, но он все свои переживания рассказывал своему непосредственному менеджеру на стороне заказчика. Вы можете себе представить, чем это оборачивалось для нас. Заказчик был жутко недоволен. Что мы придумали? Я поставила регулярные митинги с этим человеком. Они были у нас еженедельно или же даже иногда два раза в неделю. И на этих митингах мы проговаривали все моменты, которые волновали паникера. Соответственно, он успокаивался, он понимал, что у нас на самом деле есть четкий план действий по каждому из рисков issue. Хотя мы ввели rate log, это риски issue, записывали с соответствующими планами. Там все было прописано. Но он читал, он боялся, что это не будет соблюдаться. И когда мы проговаривали это с ним, он успокаивался и уже был спокойным человеком. Еще один хитрый трюк, который я здесь применила. Я посмотрела, что у него с его менеджером на стороне заказчика стоят регулярные ван-ту-ваны по вторникам. И поставила свои ван-ту-ваны прямо перед этим митингом за час до его встречи с его менеджером. Он приходил ко мне на встречу, выговаривался, успокаивался и шел на встречу со своим менеджером со стороны заказчика полностью спокойным. После того, как мы ввели эти вещи, человек успокоился, заказчик стал супердовольный, никаких претензий по этому поводу больше не звучало. Следующий тип людей – это супертехнический человек, который ненавидит митинги и менеджеров. Я уверена, что вы сталкивались с такими людьми. Обычно это очень технические ребята, которые любят побольше попрограммировать. Здесь выработало несколько правил для работы с такими людьми. Так как эти люди не любят официальные митинги, то не ставьте с ними официальные митинги. Постарайтесь провести неформальную беседу. Когда человек пошел на чай, пошел на обед, выйдите, поговорите с ним. Очень хорошо, если вы начнете беседу с технарем на техническую тему. Но здесь есть один нюанс. Если вы не технический человек, то он может вас не воспринимать как собеседника. Поэтому тут будьте очень-очень аккуратны. Болтун. Человек, который любит много говорить. Какое решение с болтуном? Даем ему возможность выговориться в начале митинга. Вот прям пусть говорит без остановки. Говорит, 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 говорит. Минут через 10, поверьте, человек немного подустанет. Соответственно, вы можете начать свои вопросы, начать беседу, переводить в то русло, которое вам надо. Если человек при этом возвращается к каким-то своим темам, вы можете аккуратненько переводить тему на свою все же. И еще один совет с болтунами. Не ставьте митинги прямо после митинга с болтуном. Очень высокая вероятность того, что вы задержитесь и опоздаете на следующий митинг. Молчун. Молчун – прямая противоположность болтуна. Человек, который вообще не любит разговаривать. Если честно, зачастую я встречала как раз-таки молчунов. Какое решение для работы с ними? Подготавливаем хорошее количество тем и вопросов для того, чтобы поговорить с болтуном заранее, перед митингом. Готовимся. О чем можно поговорить? Что можно спросить? Как можно расположить к себе человека? Как можно его разговорить? Задаем открытые вопросы. И еще один такой нюанс. После того, как вы задали открытый вопрос, даже если человек ответил два-три слова или предложение целое, помолчите. Просто сохраните тишину. Есть вероятность, что он дальше начнет что-то рассказывать. Но ни в коем случае не утыкайтесь в монитор или в записную книжку. Если человек увидит молчун, что вы занялись своими делами, он просто будет ждать, когда вы закончите. И последний совет с молчуном – используйте коучинг активно. На предыдущих слайдах я показывала две модели, которыми я люблю пользоваться больше всего. Вы можете почитать в целом про коучинг, выбрать то, что близко вам. Ну что ж, мы закончили с докладом про ван-он-ваны. Спасибо всем большое за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok